добрый день меня зовут алексей ярцев это московская академия стендапа место где мы говорим серьезно о стендапе о юморе вообще об артистическом приложении ваших навыков сегодня поговорим про курьезы очень часто начинающие комики как я вижу путают юмор с курьезом часто допускают одну и ту же ошибку то есть они берут интересную историю смешную из жизни и рассказывают ее со сцены это правильно в исход ну исходно это конечно правильно потому что конечно же никто поначалу не сидит они пишут шутки ради шуток и не работает на материал так как работает настоящий автор то смогу погружаясь в его глубину они берут что-то что уже игра смешила потому что есть яркая эмоция есть ярко понимаешь и блин я смеялся мои друзья смеялись это точно сработает и просто несут это не перерабатывая на сцену вот но нужно понимать что помидорчик сорванный где-нибудь в краснодаре доезжая до архангельска может успеть испортиться несмотря на то что помидорчик изначально был очень хороший к нему никаких претензий нет он действительно был суперский к примерам конкретно есть один мой ученик пришел рассказы пытался рассказывать со сцены историю про то как он уронил на даче зайчика в унитаз дачный унитаз вот история действительно смешная нужно понимать что она не будет работать на аудитории если вы никак не обобщите не соедините с другими историями то есть как как это сделал например я на последнем концерте история которая реально произошла мы ехали с девушкой бабка напротив сказала что раскрасилась как шлюха лучше бы себе жопу накрасила вот просто если рассказать эту историю это будет просто смешная история и это не значит она не смешит аудитории но это очень рискованно она может сработать может не сработать почему потому что половина смешности этой истории это то что она произошла в реальной жизни я всегда привожу пример то есть если вы едете в лифте и в лифт заходит допустим пожарник верхом на коне это смешно скорее всего с друзьями заржете или там клоун верхом на черепахе и как пока когда это произошло реально этот парадоксально потому что вы понимаете что в реальности этому не может быть когда вы выходите на сцену и рассказываете то что было только однажды произошло и только с вами то зритель не может быть уверен что вы это не выдумали даже если он уверен что это не выдумали он не понимает как это касается лично его опыта поэтому возвращаемся к нашей луковицы я рассказывал эту историю про бабку обобщив ее с самого начала сказать вы знаете мне кажется у нас в стране есть некоторые проблемы с восприятием сексуальных женщин есть проблемы с сексуальностью мы считаем что быть сексуальным это ненормально недавно у меня была такая история то есть свою курьезную историю под словом курьез и подразвиваю конкретно редкую ситуацию которая произошла лично с вами я я ее сразу же свою курьезную историю я обобщил и вписал в контекст который знаком всем таким образом я протянул и мостик и дал зрителю четко понять каким образом этот опыт приложим в их жизни потому что эта история не про метро не про бабок эта история про то как вас осуждают за то что вы делаете на самом-то деле все правильно вот как нужно использовать курьез поэтому даже историю зайчиком упавшим унитаз можно обобщить нужно только понять что для не что для вас в этой истории самое важное то есть это что эта история про то что некоторые вещи милые но мы не можем их сохранить или там это вещи про то что иногда мы нашкодили но хотим это скрыть от родителей потому что было продолжение что он скрывал что зайчик там говорю что он гуляет а поток тайком пытался его достать нужно понять что для вас важно и обобщить этот опыт вот что касается курьезов добавлю про курьезы еще важно что часто комик строит свою карьеру начинающий который поймал поймал небольшую волну успеха и она достаточно быстро выдыхается то есть за 6 8 выступлений даже он не понимает что не так подскажу что не так часто начинающий комик садится на волну того что прикалывается только над курьезными ситуациями то есть он берет курьезы которые общие для зрителей то смерть не свои из своей жизни а вышедший новый фильм это курьез по сути потому что все ошибки в фильме они произошли только в фильме они не обобщены какая-то политическая новость новизна тоже часто отходят относятся к курьезу и часто начинающие комики берут уже изначально смешную ситуацию например там вы знаете в праге скоро будет пройдет фестиваль мастурбации на главной площади люди соберутся будут мастурбировать это действительно такая вот новость проходила недавно знаю утка не утка но смеет об этом писали и комик выходит рассказывает это история уже смешная зачем вы этой истории спросите себя об этом и когда вы поймете что вы эта история для того чтобы обобщить как безумен наш мир например или какой-то еще там вот этой теории то тогда это станет ценным для каждого поэтому книги фильмы и новости это конечно же тоже относится курьезом их нужно грамотно использовать не перебарщивать я всегда рекомендую своим ученикам использовать в своих выступлениях хотя бы один курьез то есть что-то что знакомо только тем кто читал книгу знакома только тем кто смотрел этот фильм смотрел новости или был в каком-то месте в москве но при этом не больше одного тогда вы когда зрители не заметят что вы использовали по сути вещи смешные которые уже смешны сами по себе вот и при этом обобщаете на этом все по курьезам ставьте лайки подписывайтесь на мой канал обращайтесь за помощью будьте крутыми